Привет, друзья! Сегодня у нас будет огромный обзор на огромную посылку с книгами, которые я сегодня забирала. Заказ сделала в магазине Лабиринт. И сейчас мы посмотрим, что там, потому что книг очень много, около 20 книг, причем 6 из них пришли мне в подарок за такой большой заказ. И в прошлый раз у меня был неудачный опыт общения с этим магазином, поскольку я заказала услугу курьера. Я решила, что в этот раз курьер мне не нужен, потому что точно так же ждать его целый день, а потом неизвестно, приедет он или нет, но это лишняя нервотрепка. И в этот раз я заказ забирала сама из пункта выдачи. Это буквально рядом с домом, прогуляла с пешочком. Правда, обратно ехала на транспорте, потому что очень тяжелый пакет. И у меня здесь много позиций, я буду ориентироваться на чек, потому что 6 книг, которые были в подарок, я покажу отдельно. Значит, первая книга – это вот такая вот большая раскраска. Это Даррел Готфри «Творческий беспорядок. Раскраска с любовью к мелочам жизни». Она огромная, она не влезает вообще в кадр. Вот, и просто безумно здорово, что у нее картинки как бы односторонние, то есть на одной стороне листа. Вот, и это очень круто, потому что можно раскрасить там, допустим, вырезать и повесить в рамочку. Вот, и тоже в комментарии у меня была идея купить, я думаю, многие ее знают, если кто интересуется раскрасками. Есть раскраска, вот, как это называется, путешествие на велосипеде или что-то такое. Там на красного цвета и на фасаде нарисован велосипед и кошечка. Я сначала очень безумно хотела эту раскраску, но тоже в одном из видеоблогеров я увидела, то есть я ее видела много раз и очень ее хотела, но она жутко дорогая. И, конечно, в итоге у кого-то я ее увидела как бы на примере рядом с какими-то другими книгами или с какими-то другими предметами на столе и поняла, какая же она маленькая. Она, наверное, я даже не знаю, какого размера, ну, примерно в половину этой книги. По толщине чуть-чуть потоньше, а стоит раза в два дороже, чем эта. Я, короче, начала сомневаться и в итоге я с ней отказалась. А вот это я очень довольна и пока, как бы, на данном этапе моя устрасть к раскраскам, наверное, приостановила свою деятельность. И в ближайшее время я раскраски, наверное, заказывать не буду. То есть, в принципе, я уже заказала все, что хотела и подумываю, а не сделать ли мне свою раскраску. Но это секрет, никому не говорите. Так, давайте дальше. У меня здесь огромный пакет на столе стоит, потому что я только что пришла из пункта самовывоза. Киевская книжечка вот такая вот. Делаем домики для кукол. Я ее тоже давно хотела, на нее была скидка. Вот, тем более сейчас у них какая-то акция проходит, и там 20% скидка на многие книги. И на нее, по-моему, в том числе была тоже скидка. В общем-то, здесь просто мастер-классы какие-то, вот, чертежи, картинки. Просто очень хорошая книжечка. И я ее очень хотела. Все-таки мне как-то хочется не только придумывать планировку домиков, но и продумывать, как мне провести свет там и так далее. Может быть, даже воду. Ну, это отдельная история. Так, сейчас я отдельно положу книги, которые мне в подарок пришли. И дальше уже буду двигаться, потому что они лежат сверху. Так, и дальше уже буду двигаться. Так, давайте продолжим мы на стадии детективов. Если помните, я тоже в прошлый раз вам показывала книги из этой серии. Говорила, что я обязательно куплю еще книги из этой серии. И, в принципе, я купила их все. У меня нет только, по-моему, двух книг, которые мне не очень-то по содержанию понравились. Я имею в виду детектив «Новый уровень» и название со смазанными буквами и кружочек с какой-то картинкой, иллюстрацией. Вот. И, собственно, я взяла вот такой ночной пояс. Дочь. По ее следам. И в темном-темном лесу. Соответственно, все какие-то, о чем эта книга и прочее, это вы увидите уже в отчете по прочитанному. Ну, пока даже не знаю, когда, потому что у меня очень огромная топочка накопилась. Я думаю, что по мере прочтения четырех-пяти книг я буду делать уже отчеты. Просто пока я немножко не до того, и я немножко приостановила свое чтение, поскольку, как вы знаете, Алиска у меня должна уже вот-вот родить. Вот. И... Поэтому я приостановила чтение. Мне немножко не до этого. Я все время слежу за ней. Ну, вдруг у нее начнутся уже роды, а я вообще не при делах. Так, и... Ой, сейчас беру пакет. А то он мешает. Так, и давайте начнем, наверное... Не знаю даже, с чего начать. Давайте начнем подряд. Заказала вот такую вот книгу. Французские дети не капризничают. Книгу мне посоветовали. Вот. И, в принципе, она часто фигурирует у разных блогеров. Момент. Так. Привет. Снова. Так. И снова привет. Пришлось включить свет. Надеюсь, что не сильно желтый свет как бы на меня падает. Но уже начало темнеть. И очень... Не знаю я, как это все... У меня не так много мер, где можно снимать. Во всем. Вот такая книга. Французские дети не капризничают. Книгу мне посоветовали. Тоже, я думаю, Кэтрин Кроуфорд. В церкви, думаю, пока не буду ее читать. Ну, как-то... Ближе к детям начнет моя жизнь как бы двигаться. И тогда я ее уже прочту и тоже, думаю, что свое впечатление расскажу в отчете о прочитанном. Так, дальше что-то еще на детскую тему, чтобы закрыть это все. Вот такая книга, вторая, первую, или даже нет, это... А, нет, это третья книга. Две книги я вам показывала в предыдущем обзоре. Это третья книга из этой же серии. Этого же автора, Анна Быкова. Развивающие занятия ленивой мамы. Это занятия для детей от 1 до 6 лет. Очень, ну, как бы, очень хвалят эту писательницу. И, в принципе, у меня есть уже две ее книги. И вот еще третья. И вполне я пока довольна. Но детские книги, повторюсь, это я пока откладываю на будущее. Вот. Так, сейчас у нас две книги про, тоже, про семью и про то, как быть мамой. Как быть популярной мамой и продвинутой, наверное, мамой. Это тоже я, так сказать, на волне Ютуба. Вообще, вот, ну, насмотрелась на разных блогеров. Многие эти книги покупают и рекомендуют. Вот. И я вот на этой волне тоже решила заказать. Почему нет? В принципе, не обязательно приурочивать это к тому, что книги созданы для мам, для матерей и жен. Но, в принципе, их можно интерпретировать и на, просто на женщину. Вот. Первая книга, это вот такая вот «Селфи-мама» называется. Ну, это вроде как, как быть популярной, все успевать, как быть мамой и при этом еще работать. И вторая книга «Любиться не храни». Это писала блогер. Точно не знаю, как ее зовут. Не скажу, в общем, кто автор. Но тоже эту книгу, даже на нее есть какое-то отдельное видео, под которым разразилась очень дикая дискуссия по поводу этой книги. Кто-то выражает «за», кто-то «против». Что, в принципе, в книге описываются такие вещи, которые вообще, ну, некоторые считают, что это морально не, как бы, не потребно. А другие считают, что это нормально. Ну, в общем, я просто решила, почему бы не прочитать. И, в принципе, раз такие горячие споры вокруг книги, значит, она действительно хорошая. Вот. И последние две книги, которые я заказывала, это вторая книга «Кон Мари. Искры радости». Я даже, скорее, заказала ее, хотя многие, ну, не потому что там что-то, в общем, многие ее уже прочитали давно и считают, что эта книга хуже первой. Вот. Но я посчитала, что, в принципе, мне она пригодится, поскольку я человек начинающий в плане организации вообще мира вокруг себя. Вот. И мне что понравилось в описании, что в книге присутствуют... Вот. Здесь, во-первых, есть картинки, а в-треть здесь есть картинки по тому, как расставлять вещи, как их складывать, как их вешать. То есть, по факту я еще пока не читала. Я говорю, я вам только сегодня получила ее. Но по тем отзывам, которые я уже прочитала других людей на эту книгу, и по описанию на сайте, то есть то, что написано сзади. Книга, скорее, по факту она то же самое описывает, что в первой книге, только здесь еще есть картинки, как бы более разъясняющие. Поэтому, не знаю, просто мне захотелось вторую книгу, я ее прочту и скажу свое мнение. Вот. И вторая книга «Жизнь без хлама» от Ирины Соковых. Ну, конечно же, какая еще? Кстати, такая легкая книга, по сравнению с Мари Кондо, эта книга очень тяжелая, но она... У нее такой спецэффект, она как будто бархатистая. А у Ирины книга вообще легкая, как будто она не из бумаги, а из чего-то другого сделана. Вот. Ну, собственно, вторую книгу я ждала не менее напряженно, чем первую. Вот. Но почитаю. Ну, думаю, что она будет читаться точно так же легко и на простом языке, как и первая книга. Вот. А теперь перейдем к подаркам. Так. И, собственно, что было в подарок? В подарок. Ну, поскольку в подарок как бы не дают книги рандомно, да, там дают список книг, из которых ты можешь что-то выбрать. Ну, и из того, что предлагалось, это максимально полезные книги, я думаю, для меня. Вот. Значит, «Пятидневное чудо-диета». Ну, это даже, кстати, я, по-моему, выбрала уже в последний момент, поскольку она была самая дешевая, около 50 или 100 рублей. И мне буквально нужно было выбрать книгу на эти 100 рублей. И из всего, что предлагалось, это самое нормальное. Вот. Поэтому я выбрала ее. Ну, почитаю. Может быть, она мне пригодится. Вторая книга. Вот такая вот, «Стопроцентное здоровье». Я тоже выбирала ее долго очень. Почитал на ней отзывы. Многие рекомендуют ее почитать для тех, кто стремится к здоровому образу жизни. Не только к правильному питанию, но и к такому как бы образу жизни, когда ты за счет правильного питания, за счет спорта, за счет каких-то правильных привычек в жизни ты становишься настолько здоровым, что тебе не нужно ходить к врачу. И не нужно принимать никаких лекарств, ничего в таком духе. Вот. Ну, я прочитаю, опять же, и выскажу свое мнение. Так. Третья книжечка вот такая вот. «Красивая грудь за 30 дней». Ну, я думаю, что женщины с большим юстом меня поймут, что трудиться над этой частью тела, когда у вас там очень много, довольно сложно. Вот. Тоже я почитала отзывы. И, в принципе, книжечка хорошая. Здесь есть и спорт, и какие-то, и уход, и там маски какие-то, и питание, и зарядка. То есть, какие-то, в общем, это как бы глобальная книга такая по уходу за грудью. Так. Четвертая. Вот такая. Тоже как бы это было выбрано. Ну, из того, что предлагалось, выбрала эту, поскольку тема актуальная. Вот. Может быть, все-таки здесь приводится лечебное питание. Какие-то... Ну, здесь очень много рецептов. Вот. Тоже почитаю. Там маски, процедуры, что-то расскажу. Вообще, имеет ли смысл эта книга? Потому что, по факту, я в жизни много чего перечитала по поводу правильного питания и всякое такое. И еще две книжечки. Я, честно говоря, думала, что они гораздо большего формата. Но они квадратные. И где-то, наверное, чуть меньше формата А5. Или формата А5. В общем... Нет, наверное, меньше. Да. Тоже выбрала в подарок, поскольку, ну, мне показалось, что эти книги более интересные. И они, в принципе, стоили дорого. То есть, если покупать, они довольно дорогие. А так они еще и в подарок шли. То есть, можно было выбрать их в подарок. Первое. Это вот такой сборник бронетехника. Ну, кто меня знает, знает, что я играю в многие игры, связанные с танками и прочей такой военной техникой. И, в принципе, почему бы нет, это интересно. Вдруг это еще пригодится мне в моделировании. Вот. И к этому же сборнику. Вот такой сборник беспилотников. В принципе, тоже. То есть, я играю на симуляторах иногда. И думаю, что эта книжечка мне пригодится. Здесь и история, и какие-то картинки, и чертежи, и описания. Вот. Так что, думаю, что интересное пополнение моей исторической, боевой коллекции книг. Вот. Ну, и, в общем, вот такой огромный обзор. Надеюсь, что немножко его ужму в более короткое видео, без лишних слов. Вот. Соответственно, все, что нужно прочесть, я прочту. И увидите обзор на эти книги, на большую часть этих книг, в отчете. Обязательно подписывайтесь, ставьте пальчики, там, ну, лучше, конечно, вверх. Так, оставляйте обязательно комментарии, и пишите, если у вас есть какие-то книги, из тех, которые вы еще не увидели, как они вам понравились, не понравились, впечатления. Может быть, и вам, вы что-то хотите приобрести, какую-то из этих книг, но пока не знаете, стоит ли. В общем, пишите комментарии, и увидимся в новых видео. Пока-пока. Пока-пока.